Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис Кто есть кто в античном мире? Дополняю данными из википедии и из интернета. Дафнис. Юный прекрасный пастух в Сицилии. По одной из легенд сын Гермеса, герой пасторальной поэзии. Его называют создателем этого жанра. Был ослеплен одной из нимф в наказание за неверность и покончил с собой из-за любви. Его история рассказана Феокритом. Он появляется в эклогах Вергилия. И поздних пасторальных сочинениях. Дафнис и Хлоя. Так назывался идиллический пасторальный роман, который приписывается Лонгу и предположительно датируется серединой третьего столетия нашей эры. История Дафниса и Хлоя. Сюжет популярный в литературе, музыкальном и изобразительном искусстве. Например, картины Караччи, Романа и других художников раннего и позднего времени. Болит Дафнис и Хлоя по мотиву Лонга и т.д. Из Википедии. Дафнис отличался необыкновенной красотой. В мифах о сицилийском пастухе содержится множество имен женщин и мужчин, возлюбленных Дафниса. Три божественных любовников выделяет богов пастушества Пана, плодородия Приапа, Аполлона и даже Гермеса, который чаще в контексте мифа о Дафнисе предстает его отцом. С Паном Дафниса связывают любовь к музыке, охоте и пастушеству. Бог обучил пастуха музыке. Согласно трагику 3 века н.э. Сосифеева в передаче «Сервия», был влюблен в нимфу Талию, которую похитили пираты и продали Литиэрсу. Дафнис нашел ее и тоже стал рабом, а затем их освободил Геракл. В более поздней версии, представителем которой является Феокрит, Дафнис умирает от безнадежной любви к некой Ксении. Эта страсть была инспирирована богиней любви Афродиты, мстящей за то, что Дафнис убежал от девушки, выбранной для него богиней. Вот так вкратце о Дафнисе. Пока-пока, до свидания.